Харе Кришна, дорогие друзья, у нас тут электричество выключили, поэтому мы просто лекцию записываем сейчас на видео и потом выкладываем ее, и вы ее смотрите, а прямого эфира нету, ну и ладно, значит Господь так захотел, правильно Шимананда Гавина Прагуда? Харе Кришне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какой смысл? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Значение Субтитры создавал DimaTorzok Среди них? Апи Более того? Спарша ведибьяга Чем те, кто обладает осизанием Чем те, кто обладает осизанием Брава рага Лучше, раса вединага. Те, кто различает вкус. Тепхиага. Их. Гандхавидага. Те, кто различает запахи. Шрештхага. Выше. Татага. Чемани. Шабдавидага. Шабдавидага. Те, кто слышит звук. Варага. Выше. Литературный перевод и комментарий о божественной милости. Абхайчара, Наравинда, Бхактивданта, Сами, Шрива Парупады. Шрива Парупады Ки. Джай. Среди живых существ, обладающих органами чувств. Те, у кого развит вкус, превосходят тех, кто обладает одним осязанием. Выше их стоят существа, наделенные обонянием. А их превосходят те, у кого развит слух. На Западе основоположником теории эволюции считают Дарвина, но на самом деле эволюционная теория не нова. За 5000 лет до Дарвина теория эволюции была изложена в Бхагаватам. В Бхагаватам включено учение Капилы Муни, который воплотился на Земле на заре творения. Эта наука известна людям с ведических времен, и все закономерности эволюционного процесса описаны в ведических произведениях. Таким образом, теория постепенной эволюции и антропология не являются для вед чем-то новым. Здесь сказано, что среди деревьев есть более развитые и менее развитые. К примеру, некоторые породы деревьев обладают осязанием. Выше деревьев на эволюционной лестнице стоят рыбы, так как они наделены способностью ощущать вкус. Выше рыб находится пчелы, у которых развито чувство обоняния, а выше пчел – змей, обладающий слухом. В темноте змея может найти свою пищу, двигаясь на ласкающие ее слух кваканье лягушки. Заслышав кваканье, змея понимает – там сидит лягушка. По звуку она определяет, где находится ее добыча и ловит ее. Иногда людей, которые своей болтовней приближают собственную смерть, сравнивают с лягушками. У человека может быть язык без костей, он может болтать без умолку, выводя рулады не хуже лягушки. Что такое рулады, не знаю, неизвестно. Рулады – это канады лягушки. Рулады, да? Типа такое, значит. Ага. Выводя… Может, воды кто-нибудь принесет? Выводя рулады не хуже лягушки, но этими звуками он только накликает смерть. Лучше всего использовать язык и дар речи для того, чтобы повторять махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Звуки этой мантры спасут нас от беспощадной смерти. Конец комментария. Продолжение следует... Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе Харе. Среди живых существ, обладающих... Не обращайте внимания, иногда бывает такое с ним. Среди живых существ, обладающих органами чувств, те, у кого развит вкус, превосходят тех, кто обладает одним осязанием. Еще раз, вот смотрите, надо понять. Среди живых существ, обладающих органами чувств, те, у кого развит вкус, превосходят тех, кто обладает одним осязанием. Выше их стоят существа, наделенные обонянием, а их превосходят те, у кого развит сух. Хорошо, здесь в комментарии упомянута теория эволюции Дарвина. Помним ли мы, в чем она заключается? В чем заключается эта теория? В чем нам рассказывали? Человек произошел из обезьяны. А? Человек произошел из обезьяны. Из обезьяны. А этому что-нибудь предшествовало? Обезьяне. Труд предшествовал, да? Ага. А вы когда-нибудь видели обезьяну, которая трудится? Нет? Видите? Которая потрудилась, а и стала человеком. Вот обезьяна вообще свойственно трудится? Которая решила вдруг себе ямку вырыть, та и стала человеком. Возникает вопрос, в чем разница между обезьянами, которые ямы копают, и людьми, которые делают то же самое. Так вот. Разница в том, что нам нужно, помимо четырех животных потребностей, и до солнцевого купления обороны, еще пятую культивировать, которая как называется-то, дорогие друзья? Читала, да. Бхакти, бхакти называется, бхакти, понимаете, надо вот как-то превзойти этот уровень. В общем, гьяни тоже, и те, и те, и те, и те, и те, и те же, и выше уровня животных. Ну да, но причем здесь гьяни, мы же о них не говорим. Просто как и не тоже люди уши. Ну да, но о них там в следующих стихах говорится, там говорится уже про имперсоналистов. Мы отличаемся от животных тем, что мы задаем вопрос об абсолютной истине. А бхакти, это уже развитие человека. Ну, еще ничего. Ну хорошо. Ну то есть, еще можно жить, да, получается? Недолго. А? Недолго так. Недолго. Хорошо. То есть, здесь смотрите, теория эволюции, да? То есть, вообще, Дарвин, он в каком веке жил, когда он жил-то? В 19-м. В 19-м. Хорошо. Но обезьяна-то откуда взялась? Откуда обезьяна взялась? Из коровы, наверное. Из коровы? Из коровы. Ну там это... Последовательное развитие... Кстати, это... Теория эволюции, ну она сводится с тому, что последнее развитие из амебы человека. То есть, это вот такая как бы трансформация сознания, увеличение разума и всего остального, возможности инфлаждаться и прочее. То есть, эволюция на уровне материи. Эволюция, да. Эволюция на уровне материи. Ну как-то вообще показано, то есть, обычно есть какие-то видео... А я сейчас об этом как раз хотел сказать. То есть, идея такая, ну, это 19-й век, и к этому еще добавляется теория, которая возникла в 20-м веке. Она называется теория большого взрыва. Соответственно, их рассматривают в связке. То есть, идея такая, что жила-была светящаяся точка. Откуда она взялась, никто не знает. Понятно, что у нее должен быть источник. Это место в теории, которое слабое. Непонятно, как на него ответить. Так или иначе, жила-была точка, и она вдруг начала разогреваться. И такая потом шараха и взорвалась. И потом из этого все возникло. И мы тоже. Но сначала появились всякие простейшие одноклеточные живые существа. Сначала аминокислоты появились. Точно, аминокислоты. Потом из этих аминокислот какие-то там простейшие, примитивные живые существа. Ну и дальше они пошли развиваться. То есть, мы с вами учились все в школе. Знаем, что есть разные формы жизни. Там какие-то беспозвоночные. Беспозвоночные эти, как там, ванцетник, да, слышали про такого? Вот этот вот ванцетник появляется. Потом, значит, потом где-то там появляются насекомые. Какие-то летают какие-то еще чего-то. Это земноводные. Потом на какой-то стадии эволюции этим земноводным возникает желание вылезти на сушу. И они вылезают на сушу. И потом они эволюционируют до млекопитающих. И потом из них высшие приматы. Там всякие макаки с эрангутангами. И венец творения этих высших приматов. Это вот мы сидящие здесь. Понимаете, да? Такая идея. Нравится ли эта теория вам? Все началось, то есть откуда макаки возникли? Все началось со взрыва. Вот. И, конечно же, экспериментально эта теория ничем не подтверждается. Потому что если мы решим что-нибудь взорвать, то мы увидим, что обычно это связано с разрушением, а не с изеданием. Хорошо. То есть идея заключается в том, науке, что развитие идет через формы жизни, материальные формы жизни. Наш взгляд на этот вопрос противоположный. Идея такова, что уже изначально 8 миллионов 400 тысяч форм жизни изначально даны. Они созданы Господом, который на лотосе сидел. Как этого Господа зовут? Не, на лотосе сидит. На лотосе. А лотос растет из пупа вишну. Как зовут, который на лотосе сидит? Прахма. Вот он это все творит, все эти формы жизни. Совершенно верно. То есть эволюция протекает не на уровне материи, согласно нашим представлениям, нашей философии. Ноги мерзнут. То есть, с точки зрения науки, обычной науки, материальной науки, эволюция протекает через вот эти вот формы жизни. И, да, ну и, конечно, они пытаются их посчитать. То есть, сколько этих форм жизни существует. И был этот, который посчитал, как его звали, никто не помнит. Какая-то фамилия на букву Л. Букву Л как-то его звали. Ну, да, да. Жил, посчитал как-то. Видите, видите, вот как Господь нас избавляет от памятования о том, чего нам не надо. Вот что-то такое изучали. То есть, был кто-то, который посчитал всех. На букву Л фамилия у него была. Не помню, как его. Ленин. Да не Ленин. Нет, не Ленин. Нет. Другой. Из Европы откуда-то. Вы сейчас ищете, что ли, да? А как вы будете его искать, как вы наберете там поиск? Ну, я насчитал, кто посчитал. Кто посчитал, да? Да. Ну, хорошо. Посмотрим. А вот есть. Кто это? А, Линей, я вспомнил его фамилию. Линей, да? Линей? Линей. Ну, почти как Ленин звучит. Линей, да, да, да. Вот. Ну, вот он посчитал. Но, естественно, он пытался считать, он считал на основе того, что ему было видно. То есть, тех форм жизни, о которых он знал. Возможно, он посылал какие-нибудь экспедиции в разные страны, чтобы эти люди увидели, какие формы жизни существуют. Но, когда мы говорим о 8 миллионах 400 тысяч форм жизни, то это включает в себя в том числе и те, которые мы не наблюдаем здесь, понимаете, да? То есть, это касается всего материального мира. Поэтому, ну, что нам остается? Мы просто принимаем шаустру, как она есть. Мы не можем это подтвердить наукой. Ученые могут с нами спорить и говорить, что не 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, а что-то другое. И ссоваться вот на этого Линнея и прочего. А? Карл Линнея. Вот он, да. Вот этот вот. А вот, прочитайте, Виктор, сколько он насчитал? Будет интереснее. Общественность интересуется. Сколько он посчитал? Форм жизни. И каких? По данным биологов, на планете обитает 8 миллионов и 7, а, 8,7 миллионов. 8,7 миллионов, да. 8,7? Да, больше. А это видов или это живых существ каких-то конкретных? Мы посчитали, что все виды живых организмов на Земле. А, у них получилось 8 миллионов. 700 тысяч получилось, да. По данным биологам, на планете обитает 8,7 миллиона с погрешностью 1,3 миллиона видов существ. С погрешностью 1,3 миллиона. Вот такая погрешность, нормально ли? Миллион, да. Из которых якобы 7,7 миллиона составляют животные. В рамках работы ученые рассмотрели только эукариоты. Организмы, клетки которых содержат ядра. Термин вид биологии применяют только эукариотам. Хорошо. Из этого, например, бактерии. Ну, видите, более или менее сошлось, конечно, в каком-то смысле. Подогнали. А зачем подгонять-то? А, то есть они прочитали у Кравхупады сколько форм жизни, а потом они решили вот это в соответствии привезти. В июне ученые заявили, что на Земле проживают около 5. Когда заявили? В июне. А какого года-то? Год. Одиннадцать, по-моему. Какого года? То есть они тоже не дремляют. Хорошо. Сейчас год не написан почему. Это важнее даже, чем месяц. Напомню, в июне ученые заявили, что на Земле проживают около 5,5 миллионов живых существ, а не 30 миллионов, как считалось ранее. Раньше считалось 30 миллионов видов. Видите, вот оно меняется. То есть это специфика эмпирического опыта нашего, который мы наблюдаем за жизнью. В августе 2011 года была опубликована. Что значит эмпирическое? Эмпирический означает, что мы наблюдаем непосредственно своими органами чувств. Это называется протягши. Собираем какой-то опыт, какие-то наблюдения у нас есть. Либо наши, либо мы, допустим, чьим-то наблюдениям доверились. Допустим, кто-то собрал экспедицию, съездил куда-то. Это неинтересно, не оттуда смотреть. Собрал экспедицию, поехал на какой-нибудь другой материк, потом привез сюда нам данные. А мы, типа, такие ученые, сидим в кабинете, это все анализируем. Тоже нормально. Эмпирически это означает, что мы берем просто то, что подвластно нашим органам чувств, и пытаемся это анализировать. То, что нам дано в непосредственном опыте. Но, поскольку наши чувства несовершенны с одной стороны, то есть то, что мы воспринимаем, оно искажается. Это с одной стороны. С другой стороны, сама сфера нашего восприятия неполна. То есть мы видим какую-то часть. Поэтому эмпирический опыт, он имеет свои погрешности, конечно, то есть он не отражает картину мира адекватно. Но он полезен в том плане, что он позволяет нам этот опыт эмпирически приспособиться к тем обстоятельствам жизни, в которых мы живем. В том числе к повседневной жизни. Понимаете, да? Обычный эмпирический опыт, например, мы пользуемся общественным транспортом, мы узнали, что есть такие-то и такие-то маршруты. У нас нет полноты этого знания, потому что мы узнали только про те маршруты, которые нам нужны. Про остальные мы не знаем. И мы не знаем, какие еще бывают маршруты, скажем, в других городах. Но нам хватает какой-то части знания. И мы можем не знать в деталях там даже весь этот маршрут конкретного автобуса. Нам, допустим, нужен конкретный участок этого маршрута. Отсюда и досюда доехать. Например. Ну, вот так. Или, допустим, мы общаемся с... с людьми. И мы нашли какой-то подход к человеку. Так, чтобы мы могли с ним нормально общаться. Достигая тех целей в общении, которые нам нужны. И помогая ему достичь каких-то целей. При этом мы не заходим в глубины его внутреннего мира. Чужая душа потемки. И мы не знаем многого, чего там. Мы знаем то, что нам дано в ощущениях. В ощущениях то, как человек себя презентует, ставит в этих отношениях. Какие у него коммуникативные навыки. Как он себе... Может быть... Человек может быть хорошим, но при этом с не очень хорошими коммуникативными навыками. И поэтому нам может быть сложно с ним. Или наоборот. Человек с хорошими коммуникативными навыками. Но то, что с ним не следовало дружить, это уже выясняется потом. Понимаете, да? Эмпирический опыт, он имеет свои изъяны. Но мы все равно им пользуемся в нашей жизни повседневной. Хорошо. Дорогие друзья. Итак, мы поговорили про дедушку Дарвина. И Шрила Преппады говорил, что материальная философия... Ну, материалистичный взгляд на вещи, он зиждется на трех, так сказать, столпах. Или трех величайших мыслителях, которые заложили основы материалистического взгляда на вещи. Который характерен для людей... Там... Девятнадцатого века... Ну, конец девятнадцатого века, потом фактически весь двадцатый век. И до какой-то степени век нынешний. И... Этими тремя мыслителями являются... Являются... Зигмунд Фрейд. Также это Чарльз Дарвин. И это Карл Маркс. Чарльз Дарвин, который пытается ответить нам на вопрос, от кого мы произошли. Карл Маркс, который пытается ответить на вопрос, как устроено общество. И... Какие законы движут общество. И Зигмунд Фрейд, который пытается ответить на вопрос, какие побуждающие силы движут к конкретным отдельно взятым индивидуумам. И что же это за такая сила, про которую говорит Зигмунд Фрейд? Что движет человеком? Правильно, вожделение, правильно, сексуальный импульс. Если мы посмотрим на разные психологические теории, будь то Зигмунд Фрейд или кто-нибудь еще, то в основном мы видим, что у кого что болит, тот о том и говорит. Потому что Фрейд, ну на самом деле его фамилия, она так произносится грамотно, немецкая его фамилия, Фрейд, не Фрейд, а Фрейд, он был повернут на этой теме. Потом были у него ученики, и один из его учеников, если я не путаю его, это Адлер, его идея заключалась в том, что движущая сила человека заключается в том, чтобы реализовать свой потенциал и поставить себя в обществе с сильной позицией. Но это было его, конкретно его побуждение, и вот он спроецировал это на свою теорию. И вот теория, она представляет собой то, что за поступками человека лежит вот эта вот сила. Ну то есть психологи, они пытаются выявить, а какая основная движущая сила, которая стоит за множеством самых различных движущих сил, которые у нас, внутри нас есть. Разные движущие силы, противоречивые порой по отношению друг к другу, и вот они пытаются докопаться до корня. Зигмунд Фрейд определил, что это половое желание, и также был такой товарищ, про которого, ну то есть, не, на самом деле он с выдающимися человеческими качествами, он, конечно, не духовный, он не в сознании Кришны, но чисто по человеческим качествам он хороший, конечно, человек. Это на него, о нем Бхакти Вигьян Нагасвами Махарадж время от времени в своих лекциях говорит. Это Виктор Франкл, который прошел через концлагерь в 20 веке, когда были эти немецкие нацисты, и он прошел через концлагерь, и он как-то очень глубоко реализовал такую идею о том, что важно не то, в каких обстоятельствах человек живет, а важно то, как он к ним относится. И если он может эту внутреннюю свободу отношения к обстоятельствам реализовать, то есть, если он реально внутренне свободен, а это качество личности, это имеет отношение к качествам личности, то есть, кому-то удается внутренне быть вот таким вот гибким и независящим, быть свободным в своих мыслях. И, несмотря на эту, казалось бы, несвободную ситуацию, он увидел, Ри Кришна, он увидел, что в этих нечеловеческих условиях в основном выживали те люди, у которых был некий смысл жизни, некая идея. То есть, не просто, что человек жил, как обычный обыватель, и вот теперь его пригнали в этот лагерь, и весь его быт и благополучная жизнь нарушились, и поэтому жить вроде бы стало незачем, потому что смысл был в этом быте и в этом комфорте. Но когда у человека... Это наблюдение Виктора Франкла. Когда у человека есть идея о том, что ему нужно выжить во что бы то ни стало, потому что его ждут какие-то люди, например, как вариант, какие-то люди за пределами этого концлагеря, или, допустим, у него есть какая-то задача жизненная, которую ему нужно осуществить, то тогда это дает определенную свободу. И, соответственно, его теория заключалась в том, что человеку важно, ну, как бы, его ключевое побуждение, его идея. Ключевым побуждением человека является определиться со смыслом жизни. Если смысл жизни есть, эта теория называется, его теория называется экзистенциализм, если у человека смысл жизни есть, экзистенция, если смысл жизни есть, тогда это дает краски жизни, это дает человеку вдохновение, это избавляет его от того, чтобы чувствовать себя овощем. Понимаете, да? И, соответственно, время от времени люди проходят через так называемые экзистенциальные кризисы, когда они теряют смысл жизни, или цель жизни, или как-то вот не чувствуют ее, и тогда, конечно же, становится не так радостно жить. И решение заключается в том, чтобы снова вернуться к осознанию. А в чем цель, в чем смысл? И то же самое происходит в нашей духовной жизни время от времени, когда мы вроде бы практикуем, и потом Кришна устраивает так, что нам для того, чтобы практиковать, нужно обрести более глубокое и содержательное понимание того, что мы делаем. Иначе то прежнее понимание цели и то прежнее понимание смысла не является для нас, на какого-то ступеньки развития, не является уже для нас чем-то таким реально побуждающим, вдохновляющим. Это уже как некая выросшая одежда, которую нельзя надеть на себя. Ну то есть, или наденешь, конечно, но это будет неестественно. И как же нам расширять это понимание? А для этого нам нужно почитывать книжечки Шривы Прабхупада. То есть, постоянно вдохновляться на них? Потому что в этих книгах определенный потенциал заключается. Они... То есть, их прочитал один раз и открылся какой-то один смысл, одно понимание. Потом прочитал другой раз и открываются какие-то другие новые пласты. И так до бесконечности. Понимаете, да? Ну вот, надо прийти к этому пониманию. Конечно, бывает так, что когда мы читаем книги Шривы Прабхупады, то может возникнуть такое ощущение, что мы открыли эти страницы и мы видим на этих страницах привычные для нас сочетания слов, привычные словесные формулы, которые мы привыкли, которые не оживают. Ну, то есть, понимаете, о чем речь, да? Что это может... О чем это может говорить? То есть, если книги были как живые, а в какой-то момент они просто, ну вот, воспринимают с нами как какие-то привычные словесные формы. Что это означает? Это означает, что... Это сигнал для нас, это означает, что мы не подкрепляем то, что мы читаем, мы не подкрепляем нашим практическим опытом. То есть, мы не практикуем. Поэтому оно нами так воспринимается. Но если оно идет рука об руку, то есть, если идет шраваном, если идет чтение, при этом идет реальная практика, в которую мы отдаем свое сердце, то тогда, снова открыв ту же самую книгу и даже те же самые страницы, прочитав их заново, в Агалат-Гитум, в какой-нибудь комментарии, мы увидим, что он открывается для нас с какой-то новой стороны. Почему с какой-то новой стороны? Потому что в нас появилась какая-то новая сторона, новая какая-то грань. Просветилась в нас. Какой-то кусок о виде невежества ушел. Новая грань проявилась в нас. И теперь вот этим светом духовного знания мы начинаем быть способными ее увидеть. То есть, мы прочитали это, и вот то, что мы прочитали, оно нам показало, ну, фактически самих себя. Понимаете, да? Понимаете? То есть, это означает, что шастры, священные писания, ну, и вообще процесс с Шраваном работает в нашей жизни подобно зеркалу. Поэтому изучение священных писаний, являясь одной из составных частей Арчины, называется сватьяя. сватьяя означает самосозерцание. Дьяя, то есть, дьяя означает дьяна, означает созерцать. Ну, обычно, когда говорят дьяна, то в этом случае говорят про то, что мы созерцаем божества. То есть, мы смотрим на божества, сосредоточились на их образе, или, допустим, в уме своем, воспроизводим, как они выглядят. И если мы способны удержать концентрацию в течение, Шамананда Гавинда Прабы, в течение скольких? 12 секунд, да? Тьяна. Тьяна. Тьяна 12. А тьяна это 144, да? Ну, это посерьезнее, конечно, будет. Ну, так или иначе, то есть, если... Да, тьяна означает это созерцание, а сва означает себя. То есть, это означает, что? Это означает, мы открываем книжечку, и это означает, эта книжечка, она не про кого-то там. Она про нас. Но только нужно как-то вот это воспринять, как это сделать, как это воспринять. Воспринять можно, если мы пускаем Кришну в свою жизнь в виде практики преданного служения. То есть, если у нас есть преданное служение, если мы эту деятельность, если мы ее реально совершаем, как преданное служение, тогда то, что мы читаем в этих книгах, Мы... Ребята, вы власть из телефонов оба? Преданное, звонят, я бы сказал, что... Власть из телефонов, ничего. Потом пощелкайте телефонами своими. То есть, Тьяна, то есть можно на себя посмотреть, понимаете, да? Это очень здорово, что... Это особое зеркало. Мы общаемся с разными людьми. Кто-то преданный, кто-то непреданный. Как отражают нас непреданный? Мы, допустим, вот... У нас есть какие-нибудь знакомые, которые не практикуют сознание Кришны. В каких ипостасях они нас воспринимают? По какой части они нам могут дать обратную связь? Это вопрос к вам. То есть, они нас воспринимают как? Как кого? В какой ипостасях? Мы для них кто? В каких ролях мы выступаем по отношению к ним? Как личные свои желания? Вкусы свои? Вкусы. Можешь развернуть? Ну, не несколько слов, а фразу какую-то сказать. Как нас характеризуют личность? Не, как характеризуют? А вот я говорю принцип зеркала. И мы отражаемся в сознании разных людей, окружающих нас по-разному. Есть преданные, есть непреданные. Вот, ну, как, кто, как нас воспринимает? Не преданные нас как сектантов. Как сектантов. Какие еще бывают варианты? Я надеюсь, что не все непреданные нас как сектантов воспринимают. Есть же разные взгляды, да? Ну, они как же вместе работают с нами. Товарищи поработают. Товарищи поработают. То есть, если сослуживец. Как родственники могут принять нас. Родственники, как наших родственников. Да. Хорошо. Еще как бывает, дорогие друзья? Мужчины. Мужчины, женщины. Как святых. Как святых. Это здорово, конечно, было бы. В крайности, либо сектант, либо святый. Либо святой сектант, да? Интересный момент заключается в том, что вот этот процесс общения, он работает таким образом, что в зависимости от того, как воспринимают нас, этим определяется, как мы себя воспринимаем тоже. То есть, кто-то в круге нашего общения. Он нас воспринимает определенным образом. Раз он в круге нашего общения, это означает сам факт его нахождения в этом круге. Это означает, что для нас личность в той или иной степени значимая. Это означает, мнение этих людей для нас играет определенную роль. Это означает, что если нас воспринимают, если вокруг нас люди, которые нас воспринимают с точки зрения того, что мы сослуживцы их, коллеги по работе, в сфере там, чего? В сфере. Алексей, кстати, какая у вас профессия, напомните? Да, в сфере строительства, допустим. То, то это позволяет человеку удерживать себе, и в принципе это неплохо до какой-то степени, удерживать себе вот это отождествление себя с профессией. Вот эта профессиональная самоидентификация, в принципе она нужна. Потому что если ее совсем не будет, то тогда человеку будет сложно заниматься профессиональной деятельностью. до какой-то степени это важно. Но загвоздка-то в том, что если мы слишком много у нас материального общения и нехватка духовного, то тогда мы из-за этого в большей степени воспринимаем себя именно как через призму вот этих вот упадок, упадок материальных отождествений. А дальше уже зависит от нас, от нашего усердия или от нашей потребности, насколько мы хотим себя чувствовать и отождествлять, что мы связаны с Кришной, с преданными, со Шривой Парупадой. Если мы этого хотим, чем больше мы этого хотим, тем в большей степени мы реально понимаем, что мы зависим от общества преданных. Причем, опять же, даже не любых. Потому что бывают те, кто видят в нас преимущественно несовершенством. И это тоже полезно, потому что нам нужно работать над собой, и эта обратная связь тоже полезна. Но взгляд на нас, он тоже может быть разным. И поэтому какие-то преданные способны посмотреть на нас с позиции того, над чем нам поработать. А кто-то способен видеть в большей степени с позитивной стороны. В том плане, что ты на пути, у тебя потенциал, старайся, и вообще ты душа, а не тело. Вот. И чем в большей степени человек старший, не старый, а старший, не старый преданный, а старший преданный, чем в большей степени человек является старшим преданным, тем в большей степени у него есть вот эта квалификация. И она очень важна для нас, потому что нам нужны вот эти люди в круге нашего общения, которые будут нас поддерживать. Вот это наше духовное устремление, эту духовную самоидентификацию. Потому что это очень самонадеянная мысль, что человек может как-то сам ее удержать. Это как вот есть эта чудесная поговорка о том, что если человека долго все будут называть свиньей, то когда-то он захрюкает. Понимаете, да? Или про волков. С которыми жить и что? Волчевыть. И поволчевыть. И так далее. Сам процесс трансцендентный. Но переоценивать свою трансцендентность очевидно не стоит. Такая штука. Итак, здесь у нас говорится про то, что надо повторять. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея 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 Рама, Харея Рама, 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 Харея Харея. Если человек выводит рулады не хуже лягушки, то он накликает смерть. Поэтому лучше повторять Харея Кришна Махамантуру. И в связи с этим мы прочтем в оставшиеся несколько минут немножко из Бхагавадгиты тексты, которые описывают нам этот процесс, как Святое Имя работает в нашей жизни. Это очень интересный текст. И сейчас мы эти тексты, что сделаем? Никогда не угадайте, что мы с ними сделаем? Мы их прочитаем, правильно. Мы их прочитаем. Вот слушайте. Так, ну где это? Это, Виктор, у вас есть телефон, зачем ты туда залез? Так. Значит, вот слушайте. Восьмая глава Бхагавадгиты. Достижение обители Всевышнего. Прочитаем пару текстов, это важно. Здесь говорится про штанга йога. То есть про йога, который может оставить свое тело, ну, чисто техническими навыками обладают, но их, конечно, непросто обрести, но он обладает этими техническими навыками оставить свое тело в нужный момент, в зависимости от того, в каком положении находится планета Луна. И этим определяется, в соответствии со священными писаниями, определяется, куда он там попадет. В видах описаны два пути ухода из этого мира, светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда. Тот, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться. Это текст 8.26. Это пересекается с историей о Бешмадеве. Жил-был Бешмадев. Знаете такого? Бешмадев. Слышали? Слышали? Жил-был такой Бешмадев. Это старший из пандалов. Он давал наставления пандалам. Давал наставления. Да? Что, вопрос какой-то? Да. Почему его называют старшим из пандалов? Потому что он старший. По возрасту. Очень просто. Как он брал пандал, так он никак не сын. Пандалов был пятеро. Пятеро. Пандалов был старшим из пандалов. А, старшим из пандалов. Хорошо. Так или иначе, он был старшим, и он давал наставления. И он лежал на ложе из чего? Стрел. Из стрел. Совершенно верно. А как он там попал, оказался? Пандалов его расстреляли. Но потом они все-таки пришли к нему и услышали наставления. Вот. Это очень интересная история. И Бешмадев, лежа на этом ложе, он дожидался, когда придет кто? Кришна. Кришна. А зачем он его ждал? Хотел благоприятное время оставить. Да. Тут, видите, такое сочетание. Там объясняется, в Бхагаватам, что с одной стороны Бешмадев дожидался определенного положения луны, чтобы это было ему благоприятно. С другой стороны, он дожидался присутствия Кришны. Присутствие Кришны, Шри Шри Говарни Тайки Джа. Присутствие Кришны, конечно же, гораздо важнее, чем где там луна находится. Если Кришна позаботится, то тогда можно это абсолютно не брать ни в какой расчет. И об этом здесь же в Бхагаватгите говорится в 27 главе, ау, в 27 главе, в 27 тексте, восьмой главе. И в комментарии к этому тексту 8.27. В самом начале Шрила Парупада пишет, здесь Кришна советует Арджуне не думать о том, каким путем лучше уйти из этого мира. Преданному Верховного Господа не следует беспокоиться о том, как он покинет тело по своей воле или по воле сучья. Единственное, что от него требуется, это всегда находиться в сознании Кришны и повторять мантру Харе Кришна. Преданный должен понимать, что раздумья о любом из этих путей, светлом или темном, являются источником беспокойства. Лучше всего полностью погрузиться в мысли о Кришне и постоянно служить Господу. Это самый прямой и надежный путь в духовное царство. Этот комментарий пересекается с тем, о чем написано в Шримадбхагаватам, четвертой песне. Там есть такая история царя Пуранжаны и Шрива Пурупада в одном из комментариев пишет, что преданному не надо беспокоиться о том, попадет он в духовный мир или не попадет. Ему нужно, получив посвящение у духовного учителя, сосредоточиться на выполнении его наставлений и на том, чтобы думать, как их выполнить лучше. И мне приходилось наблюдать ситуации, когда преданные практикующие реально пребывали в беспокойстве по поводу того, попадут они или нет. Такой, знаете, самогрыз, внутренний самогрыз на тему того, что, о, я такой несовершенный, куда мне, а ведь так хочется. Так хочется чего? И даже не служения, а чего? Экстаза. 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 И избавление от страданий. Вот такая комбинация. Хочется экстаза и хочется избавления от страданий. И при этом, ах, я такой несчастный, я страдаю и здесь, и также у меня нет никаких шансов туда попасть, потому что я никуда не горжусь, не горжусь. Уа-уа-уа. Понимаете? Вот такая тема. Человеку не нужно об этом беспокоиться. Шрила Парупада пишет об этом в комментарии в Бхагаватам. Не нужно беспокоиться, попадет он или нет. Ну, хотя бы уже потому, что это не зависит от него. Технически это не зависит от него. Это определит Кришна. И поэтому надо повторять Хри Кришну. Об этом говорится в этой восьмой главе Бхагават-гиты и в Шримад-Бхагаватам четвертая песнь, один из комментариев. То есть мы просто делаем то, что от нас зависит, а в остальном уповаем на милость Кришны, уповаем или предаемся на эту милость, предаемся, и поэтому, собственно, мы и называемся преданными. То есть мы зависим от того, от того, что не зависит от нас. И мы это делаем добровольно. Ну, конечно. Но независимо от того, согласились ли мы от этого зависеть, или не согласились зависеть от Кришны, мы все равно от него зависим. Поэтому живые существа, всецело зависящие от Кришны, они просто делятся на две категории. Те, кто на это согласились, и те, кто еще нет. Да. Но лучше согласиться, потому что это естественнее. И вот этот процесс, который мы практикуем, нас подводит к тому, чтобы этому учиться. Харе Кришна, есть ли какие-нибудь вопросы? В общем, все всем понятно, да? Ну, вопрос забыл сейчас. Хорошо. Можно дополнение, не только вопросы. Алексей, как вы, как у вас? Особенно. А? Тоже вылетело, да? Потайдево. Ага. Ну, ладно, хорошо. Тогда это... Виктор, когда вспомните, скажете, да? Да, если что, подойдем. Сейчас был в начале лекции. Давайте тогда так сделаем. Грантарат Шримадбогатам, Киджай. Шримадбогатам, Киджай. И Тайгора, прямо на нас. Ребу. Ребу. Ребен. Ребен. Продолжение следует...